друзья мои дорогие всем добрый день продолжаю рассказ про то как нарциссы и нарцисски изощряются какие придумывают изобретают инструменты лишь бы около себя держать побольше участников гарема лишь бы разращивать свою свиту и сегодня с вами поделюсь интерес рассказом точнее да про интересный приемчик называется он скафандр я на эту тему уже сделала эфир не удержалась уж больно занятная эта тема со скафандром но еще подсоберу это все в короткое видео для тех кто хочет материал покомпактнее это мое такое название метафорическое возможно у вас придут свои какие-то идеи свои мысли делитесь может быть как-то еще это поинтереснее назвать о чем речь а да многие нарциссы но кстати не только нарциссы легализуют под каким-то прикрытием под какими-то ролями и статусами а в своей жизни любовников любовниц тех людей которых они как бы знаете готовят на то чтобы те были с ними вместе или каких-то полу бывших в общем людей с которыми они состоят в отношениях или планируют ввести их в некие отношения при этом они имеют официального партнера или партнершу так вот этому официальному партнеру или партнерши как раз транслируются какая-то история легализация горе мы отдельно с вами это разбирали и вот какие-то неадекватные бывшие и череда случайности о которых вас почему-то обязательно предупреждают и вот какие такие очень сложные люди которые их преследуют а по факту это на самом деле люди которые вполне себе рассчитывают на отношения с ними и они подогревают их интерес к себе сегодня про узкий приемчик он тоже используется в рамках легализации гарема скафандр что значит скафандр этот тщательно продуманная легенда или роль для любовника или любовницы ну или того кто кого общем собираются этим человеком сделать или еще какой там личный сценарий присутствует настолько вот в это как скафандр этого человека в эту придуманную легенду и роль запрятывают что вы можете жить годами рядом с вашим нарциссом нарцисской и не догадываться что же реально за отношение его ли ее с этим человеком связывают то есть настолько тщательно выверенная легенда настолько плотное прикрытие что может выглядеть очень убедительно они же заранее вас обрабатывают они придумывают разные стороны разные грани вот этого явления и так получается что вы проверить то не можете а кто там за этим скафандром а правда не видно а что там происходит а там вполне себе реальный живой человек который думает что у него отношения например с нарциссом или который на что-то рассчитывает на что-то надеется и то есть реально потом время проходит и люди ужасаются что как это у меня под носом фактически была еще одна семья или у меня под носом был там любовник с которым она регулярно встречалась куда-то там ездила и при этом нарцисс вам на голубом глазу говорил что да да просто вот такой вот родственник или вот такая вот история сложная по работе в чем суть приема скафандр нарцисс тщательно продумывает роль для своего гаремного персонажа очень много разных деталей очень много разных каких-то псевдо фактов так чтобы вот это реально для вас было убедительно чтобы вы правда поверили что эта история есть обязательно вводит некое ограничение почему вам нельзя с этим человеком взаимодействовать нельзя увидеться и это какая-то военная или там гост тайна и это человек с рез с редким заболеванием это человек с какой-то супер психической травмой а это человек который вот конкретно вас вот вообще вот не может увидеть вы там у него с чем-то ассоциируетесь и такое стечение обстоятельств такой засекреченный сложный проект ну прям вот столько всего наверчина то есть вам вас не подпускают вам туда нельзя вход только для нарцисс или нарцисс тянется очень часто это долго годами тянется то есть настолько нарцисс продумывает формы взаимодействия с вот с этим вот товарищем или с вот этой дамой который в таком скафандре что действительно через какое-то время вы просто привыкаете а ну да окей опять поехал там к своему духовному учителю а ну да опять она поехала там к своему профессору ну да 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 у нее уж такая там сложная диссертация это нужно обсудить а вот те кто под скафандром что они-то думают по поводу происходящего а там знаете как 50 на 50 половина людей находящихся в такой роли они вообще могут даже не подозревать на самом деле как их описывает нарцисс что на самом деле они такие они правда строят отношения неправда на что-то надеются и нарцисс для них также придумывает какие-то вариации а кто же там с ним еще да может вы тоже на самом деле вот такой вот персонаж в скафандре вы просто об этом не знаете там на вас ролей-то понавешали а другая половина этих людей они вполне себе в курсе они вполне себе в теме то есть их это очень веселит забавляет они могут где-то подыгрывать то есть здесь опять же смотря какие у человека мотивы на что человек рассчитывает а какие они вот эти вот истории что за истории до того кто в скафандре самые разные вот я пример для себя подсобрала то что мне доводилось слышать наблюдать например доктор редкой специализации у которого нарцисс должен наблюдаться но все конфиденциально вот прям вот нельзя даже имя узнать нельзя даже адрес приема этого доктора узнать дальше научный руководитель по несуществующей диссертации на какую-то очень сложную узко специализированную тему якобы только этот руководитель в этом разбирается вот ваш нарцисс пишет эту диссертацию или какой-то там редактор очень тоже узко специализированный у которого нарцисс которому нарцисс какую-то свою рукопись там носит при этом никакой рукописи никакой диссертации вы в жизни не видели Если вы так вот поспрашиваете нарцисса по этой теме, то там, скорее всего, и знаний-то вообще не будет, о чем мы говорим. Это какая-то вечно болеющая семьюродная бабушка, которой нужно обязательно в 12 ночи ехать делать уколы, мерить давление. Но никогда вас к этой бабушке не водили. Это какая-то странная сестра-наркоманка, которую постоянно откуда-то вытаскивают. Вот они так своих бывших, кстати, прячут. Кто знает, может, и вы сейчас в чьих-то глазах. Сестра-наркоманка, который он там три раза в неделю ночевать ходит, потому что ее оставить одну нельзя. Ну, то есть, понимаете, вот такие вот истории. Любят они вот эту вот тему. Тренер, маг, йог, духовный учитель, какой-то там, да, там, энергопрактик, что-то еще. И вот опять же, какая-то обязательно секретная технология. И вам туда нельзя уж там что-то они такое особенное делают. Просто какой-то родственник очень сильно опустившийся. Вам нельзя смотреть на этого родственника. Это вот крест нарцисса. Также они любят вообще темы, кстати, детей, родителей. Очень ловко прикрываться. Знаю такие истории, когда человек годами думал, что папа есть или мама есть у этого человека. И вот регулярно в другой город он или она ездит к папе и к маме. А по факту это был любовник или любовница. Или что, какой-то взрослый ребенок, какая-то взрослая дочка, сынок. А на самом деле это кого-то другого, дочка или сынок. Вот. И очень даже взрослый и вполне симпатичный дочка или сынок. То есть понимаете, какие истории здесь бывают. И, конечно же, вот так вот и до конца сложно, наверное, так всем доверять. Поэтому анализируйте. Если вас что-то настораживает, задавайте уточняющие вопросы. Понимаете, что это ненормально, если ваш близкий человек от вас что-то скрывает. Нет, если ваш близкий человек вот так вот секретничает. Всегда можно хоть какую-то степень этого приоткрыть. Это нормально, что вас ведут в какой-то круг общения, вас там попросят где-то о помощи. К сожалению, такое есть. Знаете, что такое бывает? Это не такие, кстати, редкие истории. Делитесь в комментариях, а вы с какими вариациями вот таких вот бабушек, профессоров, каких-то сложных родственников и прочее встречались. Друзья мои дорогие, если вам будет нужна моя помощь как психолога, как психотерапевта, буду рад видеть вас на своих онлайн консультациях. Мои контакты внизу под видео. Пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации. Всем пока, всем до скорых волнующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok